Сколько же было в мире войн между братскими и не очень народами? Этническая резня вряд ли может кого-то удивить. В самое разное время, в самых разных частях земного шара соседи находили друг в друге поводы, чтобы достигнуть ранее неизведанных пределов жестокости и оказывались вдруг жесточайшими врагами. Райский на вид остров к югу от Индии, куда стекаются серферы, дауншифтеры и просто любители поплавать с черепахами, не просто не стал исключением. Шри-Ланка, еще известная как Цейлон, стала полем битвы длиной в 26 лет. Гражданская война между ланкийским правительством и сепаратистами из организации Тигры, Томил и Лама подарила миру большую часть современного террористического инструментария. Еще новый взгляд на то, как можно ему противостоять. И на мой взгляд самое интересное, хотя бы частичное понимание, с чего начинается и как развивается межэтническая вражда. Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И давайте же поговорим сегодня об истории Шри-Ланки, как она дошла до жизни такой. Гражданская война там кончилась в 2009 году и поэтому за пределами Азии ее сейчас вспоминают редко, но ведь это один из любопытнейших кейсов, так давайте его разберем. Для начала сформулируем основную логику хода исторического процесса на Шри-Ланке до прибытия европейцев. И связана она будет напрямую с этнодемографической ситуацией на острове. Большую часть известной истории территорию Ланки занимало одно или несколько феодальных королевств, правители и население которых, как правило, принадлежали к народу сингалов. Взаимодействовали эти королевства преимущественно с главным соседом Южной Индией и тамошними империями и государствами. Взаимодействием я называю две вещи. Регулярные браки между знатью двух этих регионов, во-первых, и не менее регулярные вторжения очередных владык юга Хиндостана на Ланку, что обычно приводило к установлению частичной или полной власти на острове выходцев с территорий нынешних Киралы, Тамилнада, Карнатоки, Гоа, Антхрапрадеш и Талангана. И если вы вдруг сейчас задались вопросом, почему так важно то, что местных боссов иногда подвигали какие-то индийские боссы, то поздравляю это видео для вас, потому что, во-первых, это супер важно, во-вторых, я сейчас отвечу на этот вопрос, а в-третьих, не знаю, мне нравится, когда у людей есть вопросы. Думаю, что мы найдем общий язык. Давайте для начала вспомним, кто такие арии. Не в смысле, что об опере или о настоящих арийцах вроде этих ребят, но и даже не о славяно-ариях из, ну, вы сами знаете, какого сегмента Ютуба. И ладно, про это я вообще промолчу. Я о группе народов, чьи прародители происходят с территорий Древнего Ирана и Северо-Запада Древней Индии. Собственно, нам они интересны тем, что именно к индарийской группе относится большая часть этнических групп, населяющих не то что северную, скорее всю не южную Индию. Из ее почти полутора миллиардного населения больше 900 тысяч человек это именно арии. Кстати, я не уверен, мы можем вообще хиндуистский свастон это показывать, а то как-то, ну, как-то, как-то неловко, как-то опасно, опасно. И вот сингалы или синхалы, что дословно можно перевести как львиные, откуда у них вся вот эта символика, они именно что арии, протопавшие откуда-то со стороны современной Бенгалии в первом тысячелетии до нашей эры далеко на юг в поисках своего счастья и обнаружившие его на Шри-Ланке, которая тогда еще была полуостровом. Собственно, и сейчас там есть цепочка островков, тянущаяся до индийского побережья. Мост Рамы или мост Адама. Выбирайте название по вкусу, годятся оба. По официальной версии событий, вроде как они были первыми. Ну, первыми, кто подвинул реально коренное местное население, живших первобытным строем веддов, которая, кстати, и сейчас немножко на острове осталась. Впрочем, на этот счет есть множество сомнений, но как минимум понятно, что тамилы появились на острове не сильно позже Сингалов. Тамилы, в отличие от соседей, ни с какого не с севера, а с того самого юга Индии. И принадлежат они к дравидийской группе народов, которые населяют те регионы, которые я вам уже ранее называл. И отличаются дравиды от ариев множеством вещей. И язык не последний из них. Чтобы вы понимали, что такое разница между языковыми группами, в определенном смысле хинди ближе к русскому, чем, собственно, к тамильскому языку или распространенному в Южной Индии и Канаде. Кроме того, тамилы преимущественно индуисты, в то время как сингалы буддисты. Хотя как раз конфессиональная разница тут не так принципиальна, и позже в этом видео я расскажу почему. Ну и пока что остановимся на этих двух ключевых культурных различиях. Собственно, сейчас все дравидийские вторжения на Шри-Ланку пытаются представить как такую цивилизационную постоянную борьбу дравидийской цивилизации и арийской, игнорируя при этом тот факт, что большую часть времени тамилы и сингалы жили, в общем-то, мирно. Причем как в рамках королевств на самой Шри-Ланке, так и в рамках взаимоотношений шри-ланкийских государств и государств Южной Индии. В конце-то концов, я же говорил, Шри-Ланка, благословленная земля, как ее на санскрите прозвали Сингалы, управлялась традиционными феодальными методами, а это значит, что ее жители, сами сингалы, сингальская знать, прекрасно справлялись с убийством друг друга без всякой посторонней помощи. Впрочем, что я думаю о глобальных культурно-цивилизационных конфликтах, можно, например, еще в видео про христианство и ислам посмотреть, если вы его еще не смотрели. Друзья, мы живем в удивительное время, когда для решения самых разных задач нам помогает не только наш интеллект, наши навыки или таланты, но и еще интеллект искусственный. Технологии обучения компьютеров на собственном опыте сейчас встречаются повсеместно. Они формируют умные ленты, они помогают беспилотным автомобилям выбирать наиболее оптимальные решения. Умные колонки распознают речь хозяев не без их помощи, да и в медицинской диагностике сейчас это тоже применяется. Чтобы узнать больше обо всем этом и об ИИ вообще, присоединяйтесь к международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, которая пройдет с 10 по 12 ноября. На ней ведущие мировые эксперты и представители компаний-лидеров отрасли по внедрению ИИ в различные сферы обсудят, каково будущее и настоящее, и технологии. Тема, я бы сказал, животрепещущая и интересная, причем интересная, на мой взгляд, всем представителям бизнеса, студентам, школьникам, ученым, журналистам, да кому угодно, учитывая мир, в котором мы живем. В общем, лично я считаю, что такое пропускать нельзя, потому что не интересоваться темой искусственного интеллекта в наши дни, это примерно как не интересоваться космической гонкой в 20 веке, успехами Британской империи в 19 или Великой Французской революции в 18. То есть, ну, значит быть просто оторванным от актуальной действительности. Тем более, что ивент действительно обещает быть увлекательным и любопытным. Кстати, участие полностью бесплатное, так что кликайте в ссылку в описании, переходите на нее в соседней вкладочке и возвращайтесь к нам. Продолжалась эта идиллия, вплоть до момента, пока не приплыли они. Харконаны на своих грозных кораблях готовы пойти на все ради пряности. Ну, в смысле португальцы, но учитывая, что на острове они добывали корицу, и что еще важнее, использовали его в качестве базы на торговом маршруте, ведущем к их главной точке интереса, Малукским островам или островам пряности, я считаю метафору максимально корректной. В общем, португальцы приплыли накануне политического кризиса, расколовшего Шри-Ланку на несколько королевств, большая часть из которых вскоре вошла в состав португальской колониальной империи, частично благодаря довольно ловким интригам португальских представителей, частично благодаря грубой силе, огнестрельного оружия и европейской выучке. Ну, собственно, а вы как думали? По итогу осталось независимым там только королевство Канди, в центре острова густые джунгли, труднопроходимые горы, ну и, судя по тому, что просуществует оно аж до 19 века, не завоеванным в волшебное зелье каких-то местных друидов, но это не точно. В 17 веке эти отважные жители центра острова решили, что им надоело португальское присутствие, и Канди заключила военный союз с Голландией. Молодая республика предоставляла гордым непокоренным местным свою военную помощь в обмен на исключительное право торговли все той же корицей на Цейлоне, как называли остров Гледнолиции. В общем-то, обернулась эта затея двумя результатами – хорошим и плохим. Хороший заключался в том, что португальцев с помощью голландцев действительно получилось прогнать. Плохая же заключалась в том, что голландцы, точнее, ост-индская голландская торговая компания, оказались во многом еще худшими колонизаторами, чем их предшественники. Ну, знаете, эти огромные, ничем не ограниченные транснациональные корпорации со своими армией и флотом. Ну, в общем, про это у нас, кстати, тоже есть отдельное видео. Ссылка в подсказках. В общем, военные конфликты и попытки голландцев подчинить себе весь остров, где самые вкусные коричные деревья росли в центре, не кончались до XIX века, пока Цейлон не перешел ни без боя, конечно, в руки той самой империи, солнце над которой никогда не заходит. Британская армия смогла завершить то, что не смогли предшественники, завоевать Ланку целиком. И раз уж мы заговорили об англичанах, да еще и на Цейлоне, то пришло время вспомнить про чай. Он сыграл важнейшую роль во всей этой истории. В наше время на Шри-Ланке производится 10% всего чая в мире, что, согласитесь, довольно неплохо для такой небольшой территории. Однако так было не всегда. Когда-то Цейлон был одним из главных мировых источников другого тонизирующего напитка – кофе. Однако в 1869 году по Азии пронеслась так называемая «Epidemia of the Coffee Leaves Rust», да, эпидемия ржавчины кофейных листьев, вызванная распространением одного специфического грибка, пожиравшего листья кофейных деревьев. Это событие стало для Цейлона, где умерло 75% росших там кофейных деревьев, по-настоящему поворотным. Англичане, недолго думая, решили, что фиг с ним с кофе и засадили огромные освободившиеся территории чаем. Они же, ну, англичане, в конце концов. Так родился один из главных мемов Цейлона, а заодно один из главных факторов социального напряжения между основными островными этносами – сингалами и тамилами. Столкнувшись с нежеланием ланкийцев работать в довольно паршивых условиях на плантациях чая, англичане пожали плечами и начали квотировать устройство на эти плантации индийцев-тамилов с континента. И так к ланкийским тамилам присоединились тамилы индийские. По сути, гастарбайтеры. Причем появились все эти гастарбайтеры очень резко, в огромном количестве и не без помощи британских властей, которые, например, отдавали предпочтение именно новым вот этим вот индийским тамилам при назначении на административные должности, да и в целом относились к ним более снисходительно, чем к, собственно, шри-ланкийцам. Так что это социально-этническое напряжение будет нарастать и усиливаться вплоть до обретения шри-ланкой независимости, после чего оно, наконец, реализуется в том виде, в котором лучше бы, конечно, не реализовываться. Количество английских проблем в 20 веке «Попробуйте деконструировать империю такого масштаба» легко объясняет то, почему после вывода войск уровень интереса британцев к далекому острову поддерживался на строгой отметке ноль. В 48-м году Цейлон становится независимым де-юре, доминионом, а в 72-м независимым де-факто государством Шри-ланка, правительство которого формируют преимущественно сингальские националисты. Основной государственный курс страны при этом был скорее левым, социалистическим, но, как я уже неоднократно говорил, в Азии довольно типичная ситуация, когда вроде бы левый, да, социалистический курс никак не пытался эксплуатировать идеи интернационализма. Во многом потому, что местный нацбилдинг, он был напрямую сопряжен с деколонизацией, да, и обретением независимости от вчерашних европейских метрополий. А значит, он развивался и реализовывался вне зависимости от текущих политических настроений в стране, да, правых или левых. Конкретно в случае Ланки национальная политика выражалась очень простым образом. Полнейшим нежеланием признавать за тамильским сообществом те же права, что и за сингальским большинством. Проще говоря, дискриминацией. Причем это любопытный момент. Большая часть дискриминационных законов на Шри-Ланке была принята еще в ее бытность британским доминионом, когда вообще никто в мире не воспринимал ее правительство как всерьез независимое от англичан. Но то ли последним действительно вообще не было дела, что там происходит, то ли, знаете, они были заняты тем, что фейлились при попытке разобраться с другим этническим конфликтом в бывших колониях, то ли Цейлон был независимее, чем могло показаться, однако уже в конце 40-х и в 50-х тамило-сингальский конфликт становился все отчетливей. После получения статуса свободного доминиона на острове был принят закон о гражданстве, по которому это самое гражданство получило только 5000 тамилов. Еще же 700 тысяч тамилов, 11% населения острова осталось без этой занятной штуки. Помните, я говорил, что одно из ключевых различий между двумя этими народами это принадлежность к двум радикально разным языковым группам? Собственно, про это опять придется вспомнить, потому что, как часто бывает при подобных терках, чисто лингвистический вопрос очень быстро стал вопросом политическим, и в 56-м году основным государственным языком был признан сингальский. Затем тамилов начали увольнять из вооруженных сил и отменять их квоты на образование. В 72-м, когда страна окончательно обрела самостоятельность, главной религией стал буддизм, да и само название Шри-Ланка – сингальское. Кроме того, и это важный момент, к которому мы еще вернемся, в 70-м году был запрещен доступ к любым печатным материалам на тамильском языке, произведенным в индийском тамилнаде. Естественно, все эти замечательные нововведения провоцировали недовольную реакцию тамилов, но не то, чтобы это помогало. Главным призом тамилов в этой этнополитической игре становились погромы их домов и хозяйств. Так что ничего удивительного, что уже спустя два года после объявления о независимости участия тамилов на ланке лопнуло терпение. Молодой тамильский политический активист Вилупилайя Прабхакаран реформировал созданную им организацию тамильского сопротивления Новые Тамильские Тигры в по сути военизированную сепаратистскую группировку Тигры Освобождения Тамил и Лама, то есть Тигры Освобождения Государства Тамилов. С этого момента прошло почти 10 лет. Тигры организовывали секретные тренировочные лагеря, в основном в джунглях Южной Индии, где многие по понятным причинам им сочувствовали. Накапливались силы, закупали вооружение и набирали кадры, постепенно сформировав фактически полноценную армию, члены которой устраивали мелкие нападения и теракты на Шри-Ланке. Точной черной даты, с которой началась война, не существует. Черным в этой истории называют целый месяц, июль 1983 года. После нападения тигров сразу на 13 сингальских военнослужащих в Джапне по стране прокатилась волна насилия. Несколько тысяч Тамилов стало жертвами межэтнической резни. И это при том, что похороны сингальских военных правительство попыталось провести максимально тихо, чтобы не вызвать лишнего возмущения. На самом деле, подобные беспорядки не были редкостью. Еще за два года до этого, после того, как толпы сингальских националистов сожгли библиотеку в Джапне, где хранились десятки тысяч тамильских текстов, тамильские же радикалы призывали к ответным действиям. Тем более, что многие члены правительства Ланки открыто заявляли, что проблемы тамилов — это проблемы только тамилов. Так началась Первая Тамильская война, настоящая гражданская война, в ходе которой тигры фактически занимают весь север острова и довольно успешно его удерживают. Тогда еще неутраченная лояльность местных тамилов, одной пятой населения острова, и 10 лет подготовки к партизанской войне в индийских лагерях сыграли свою роль. Тигры очень мало чем уступали правительственным войскам, в основном количеством техники, но и эта разница была невелика. Собственно, дикая ситуация, в которой Шри-Ланка уступила тиграм такие огромные, ну, пропорционально территории, объяснялась во многом тем фактом, что власти в Коломбо не сразу поняли, с чем они имеют дело. Они занимались в основном предотвращением терактов, не осознавая масштаб вообще начинающегося конфликта. Кстати, чуть раньше я не просто так упомянул об Индии. Несмотря на то, что подготовка боевиков тигров Томилы-Лама явно не проходила без участия южно-индийских властей, которые как минимум закрывали глаза на наличие, да, лагерей подготовки этих самых боевиков, федеральное правительство в какой-то момент все же обеспокоило ситуацией. Получить военизированное террористическое государство под самым боком, да и вообще иметь войну под этим же боком, как-то не входило в планы тогдашнего индийского правительства. Да и поскольку западные страны не спешили вмешаться, Раджив Ганди, тогдашний премьер Индии, увидел в урегулировании конфликта на Шри-Ланке возможность доказать еще раз статус Индии как регионального лидера. По-своему интересно начать сначала подпиливать сук, на котором ты сидишь, чтобы потом его срочно латать. Латать, правда, ненадежной индийской изолентой, но тут уж как получилось, так получилось. В 87-м году шри-ланкийские силы уже спохватились и довольно успешно вели полноценную войну на севере острова, практически загнав тигров в угол. В этот же момент премьер-министр Индии Раджив Ганди решает вмешаться в конфликт под давлением 50 миллионов проживавших на юге Индии Тамилов и организовывает переговоры с прабхакараном. Не рискуя ссориться с северным соседом, правительство Ланки в Коломбо отзывает свои войска, передавая полномочия индийским миротворцам. Казалось бы, блестяще разыгранная схема. Конфликт закончен. Да, мирные переговоры. Причем с войсками третьей стороны, с которыми можно, в принципе, договориться, потому что они настроены по отношению к Тамилам относительно лояльно. Но Тигры, Тамил и Лама бы не вошли в историю как полные отморозки, если бы все было так легко. Они сорвали мирные переговоры и втянули индийских миротворцев в конфликт на Шри-Ланке, где быстро показали им, где раки зимуют в местных джунглях и горах, заодно таким образом перегруппировавшись после ряда поражений в боях с войсками Коломбо. Маленькая победоносная миротворческая миссия обернулась полным провалом и сотнями погибших индийских военных, оказавшихся неспособными навести порядок на севере острова. В Коломбо члены сингальского правительства разбивали себе ладонями лбы, а Тигры радостно, активно восстанавливали ресурсы и боеспособность, в том числе за счет захваченного стаффа индийской армии. В 89-м году премьер Индии Раджип Ганди был вынужден покинуть свой пост, а в 90-м году индийский контингент был выведен с острова, однако на этом сложные взаимоотношения индийского политика и сепаратистов-тамилов, увы, не закончились. В 91-м году во время предвыборной кампании к Ганди подошла девушка с картиной цветов. Подарок оказался начиненным взрывчаткой. Смертница унесла с собой жизнь вчерашнего миротворца и 15 человек, стоявших рядом. Как выяснилось позже, ответственной за теракт были именно Тигры, Тамил и Лама. Ничего удивительного в этой истории на самом деле нет, ведь использование поясов-смертников это инновация, придуманная именно ими. Вообще Тигры были теми еще мастерами запугивания, когда после нескольких лет войны естественный приток добровольцев и рекрутов в ряды Тигров, Тамил и Лама, естественно, да, иссяк, то те начали применять очень своеобразную тактику. Они начали брать в заложники детей из тамильских деревень, вынуждая тамошних жителей, вступать в их ряды, делиться ресурсами и, что самое главное, никоим образом не помогать противнику. Но главным оружием, конечно, были члены отряда черных тигров, террористы-смертники. Ну и террористки-смертницы, потому что в вопросе смерти за идею независимого тамильского государства там царило настоящее гендерное равенство. Во многом оно обеспечивалось, как ни странно, религиозной составляющей. Напоминаю, что тамилы индуисты, в отличие от буддистов-сингалов. Конкретно же девушки-смертницы принадлежали к индуистскому культу Кали, многорукой богини, чей функционал можно трактовать по-разному, но в распространенной интерпретации богини – конечности жизни. Культ душителей тагов, которые в свое время терроризировали индийские колониальные войска, также поклонялся Кали как богине смерти. После индийского миротворческого провала война вскоре возобновилась с новой силой. С редкими перемириями весь этот конфликт, принято делить аж на четыре эламских войны, продлилось все аж до 2009 года. Весь север-запад острова находился под контролем сил тигров Тамил и Лама, которые даже умудрились собственные КПП на границе установить, да и вообще построили фактически полноценное государство со своей полицией и своей администрацией, члены которых во время успешных контрнаступлений шри-ланкийцев дружно уходили в джунгли и вполне успешно вели там партизанскую войну, еще и не забывая совершать теракты на бражеской территории. За все это время погибло не меньше 80 тысяч человек и кроме индийского вмешательства практически не было прецедентов внимания со стороны других стран, разве что уже в нулевые часть приговоров проходила при посредничестве Норвегии, но в целом жители Шри-Ланки разбирались со своими проблемами самостоятельно и максимально жестко. Ведь помимо погибших было огромное количество пострадавших иначе, десятки и сотни тысяч людей, потерявших свои дома, раненых и так далее. И тут встает вопрос, а как вообще созданная какими-то энтузиастами террористическая организация добилась таких успехов? Ну в смысле, да, там вроде как какая-то помощь Индии на ранних этапах, ну там да, тактика запугивания, но камон, на что вообще эти ребята жили? Во-первых, героин из Афганистана, который тигры с удовольствием переправляли и зарабатывали на этом огромные деньги. Во-вторых, вы будете смеяться, но совершенно легальная международная торговля. Фирмы, зарегистрированные в Малайзии и Сингапуре, фрактовали суда, зарегистрированные в налоговых офшорах, и те спокойно торговали в Мьянме и Таиланде. В-третьих, и это возможно вообще самое главное, это спонсирование тамильских сепаратистов тамильским международным сообществом. И давайте тут остановимся поподробнее, потому что это не только про финансирование, это вообще про причины всего этого конфликта. Наличие разногласий в колониальный период, это понятно, но это в целом-то на самом деле было довольно давно. Противостояние дравидийской и арийской цивилизации, тамилов и сингалов, это исторический дискурс, это все-таки конструкт. При этом веками тамилы и сингалы умудрялись осуществовать на острове достаточно мирно. Так что же во время становления шри-ланкийского государства заставило новое же шри-ланкийское сингальское правительство взять настолько радикальный курс на дискриминацию второй наиболее крупной этнической группы в регионе? Помимо вышеперечисленных факторов, можно вспомнить фактор конфессиональный. Мало ли, ведь войн было между представителями разных вер. Но, строго говоря, этот аспект сильно переоценен. Помимо войн жителей Ланки с жителями Южной Индии были и затяжные периоды мира, а значит, как я уже и упоминал, регулярных межкультурных браков и торговли. В ходе чего на самом деле шри-ланкийские версии индуизма и буддизма стали невероятно близки в плане практик. У местных хинду и местных буддистов даже буквально общий пантеон. А вот демографический вопрос – это совсем другое дело. Ведь именно в нем, после выхода из состава Британской империи, сингальские элиты видели наибольшую угрозу. Смотрите, на момент отделения чуть больше 10% населения острова – тамилы. Капля в море на 20 миллионов сингалов. Но если мы посмотрим шире, то картина будет иная. На эти 20 миллионов в мире найдется 80 миллионов тамилов, 50 из которых живет в Южной Индии, фактически под боком. И судя по тому, что переводами из-за рубежа, тигры, тамил и лама ежегодно получали миллионы долларов, в мире действительно проживало, а возможно и проживает огромное число тамилов, в котором идея о собственном тамильском государстве кажется весьма и весьма привлекательной. Решить эту проблему, постоянно нависающей, как дамоклов меч, угрозы, правительство молодой Шри-Ланкийской республики решило радикально. Превентивным ударом выдавив тамилов со своего благословленного острова. Другое дело, что этот самый превентивный удар породил одну из самых жестоких, опасных и эффективных террористических организаций в 20 веке. Итоги этой истории оказались неочевидными. В 2009 году конфликт был официально завершен. Лидер тигров Вилупила и Прабхакаран был убит при попытке сдачи в плен, а остатки тамильского сопротивления были фактически уничтожены, заметно заматеревшей за больше чем два десятилетия войн армии Шри-Ланки. Не вести переговоры с террористами под конец гражданской войны это стало основным принципом военного руководства Коломбо. Силы тигров подавляли радикально и безжалостно, и это возымело эффект. С 2009 года можно пересчитать по пальцам число терактов, которые все же были совершены на острове. Можно сказать, что террористы были побеждены, но были ли побеждены причины терроризма? Большая часть дискриминирующих, тамильское меньшинство законов не были отменены, при том, что на Ланке все еще проживает несколько миллионов тамилов. Экономический разрыв между ними и сингалами огромный, а мировое сообщество как практически не вмешивалось в это положение дел, так и не вмешивается. Да и не стоит забывать огромную международную тамильскую диаспору, которая пока что не спешит забывать старые обиды. Так что райская Шри-Ланка, куда бегут дауншифтеры, серферы и прочие туристы спасаться от холодных зим на самом деле остается местом, обладающим потенциалом полноценной пороховой бочки, ведь в самом деле местный кризис не был преодолен. В общем, остается лишь пожелать жителям этого теплого и солнечного места удачи и успеха в поисках каких-то новых путей его разрешения. А вам, дорогие друзья, пожелаю задуматься о том, на каком еще количестве спящих вулканов зиждется наш такой, казалось бы, спокойный и понятный мир. Спасибо патронам и патронессам, которые проголосовали в нашем регулярном голосовании за тему всяких экзотических странных островов. Напоминаю, что на Патреоне можно нас поддержать, и ролики там выходят без рекламных интеграций и раньше, чем на Ютубе. Так что присоединяйтесь к лучшим людям на Земле. В любом случае, спасибо всем остальным, кто смотрит эти видео. Надеюсь, вам было интересно. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк там внизу и подписаться на канал. Можете еще нажать колокольчик, пройтись по ссылочкам в описании, там много всего интересного, и написать комментарий, что вы думаете по поводу всей этой истории и по поводу его потенциального будущего. Увидимся через неделю или около того.